Во-первых, я хочу поблагодарить руководство библиотеки и Юлию Анатольевну Созину за приглашение участвовать в этой конференции. Я уже издавна сотрудничаю с этим центром, никогда не замыкался, такая уж моя натура, в кабинетной работе в Академии наук, ибо выступал с лекциями и в университетах МГУ, РГГУ, не говоря уже о Варшавском, Ягелонском, Болгарских университетах, университетах Ягославии. Но речь идет о том, что хотел распространять те знания, которые накоплены в Академии научными сотрудниками, моими коллегами, среди как можно более широкой аудитории. И вот эта конференция, мне очень нравится, научно-практическая, так она названа, мне она очень импонирует, потому что в отличие от радужных суждений о знании славян, которые здесь прозвучали, я согласен с Юлией Анатольевной, у нас они, если речь идет о массах, к сожалению, на уровне слова славяне, кто они, что такое, какие различия между ними, существенные различия между ними. Ну, на последнем моем выступлении, кстати, в вашей библиотеке, я вдруг услышал претензии, вот вы говорите, а греки, они же тоже славяне, потому что они православные. Ну, это люди, которые, мне не было смешно, я понимаю, это люди, я ценю, люди, которые интересуются словистике, вот они ходят наряду с теми, которые в той или иной степени уже знают эту проблематику, интересуются ею, и мне кажется, что вот такие лекции, которые здесь проводятся регулярно, Юлия Анатольевна изначально организовывала вот такую вот встречу, они очень важны, они очень важны для широкой аудитории, самые разные, внутренние, весьма дифференцированные, чтобы вот как та наука, скажем, которой мы занимаемся, ну, в какой-то степени познавалась на популярном уровне и широкими массами, чтобы эти широкие массы знали хотя бы, будучи славянами, кто такие славяне, что такое славяне. Я буду говорить сейчас о словистике науки, которая тоже имеет свою историю, но как все в нашем мире, и она обновлялась, и как мне кажется, вот в нынешней ситуации глобализированного мира требует обновления, не требует извне, а исходя из того, что в самой этой науке, в современной словистике, в разных странах образуются те тенденции, те направления, которые свидетельствуют об определенном устаревании уже привычных методов. Эти привычные методы, они могут служить, но все более и более сужающейся сфере. А вот для того, чтобы познать в контексте глобализирующегося мира, открытых контактов славянства с другими культурами и другими цивилизациями, вот я не успел договорить до конца, я рад, что тут присутствуют и ученые из Китая, с которыми у меня тоже были давние связи. Вот это для нас очень важно. Словистика перестала ограничиваться собственно славянским миром, о чем я об этих новых тенденциях и хотел посвятить свой доклад, который называется «Интердисциплинарность как современная перспектива словистики». Словистика, как особая исследовательская дисциплина, начинает входить в сферу гуманитарных наук с конца XVIII века, формирующейся в очерченном Гердену кругу представлений, характерных для эпохи зрелого просвещения. Она, пользуясь современной терминологией, являла собой интегрированную целостность истории, языкознания, культурологии и литературоведения. Характерный для XIX-XX века процесс специализации обусловил внутреннюю дезинтеграцию наук, в том числе словистику. Составляющие исследуемого объекта как системной целостности стали рассматриваться отдельно, с точки зрения присущей им имманентной специфики. Тем самым словистика, как изначально интегрированная научная целостность, обрела дифференциацию в виде отдельных научных дисциплин – истории, языкознания, культурологии, литературоведения, а в наши дни – политологии. Каждая из этих дисциплин дезинтегрированной словистики, естественно, обладает именно ей свойственной методологией. И каждая из них, используя научное наследие предшествующих времен, одновременно его переосмысливает, корректирует и развивает в свете представлений своей очередной современности и свойственных именно этой современности типу научного мышления. Словистика накопила огромный материал, однако эта его огромность со свойственными и традиционными методами систематизации и стереотипами интерпретации нередко вступает в противоречие с научными представлениями новейшего времени, постмодерна. Суть в том, что специализация способствовала и способствует углублению познания отдельных составляющих исследуемого объекта, то есть тех, которые находятся в сфере компетенции данной конкретной словистической дисциплины. Тем самым эти специализированные составляющие дезинтегрированной словистики утрачивают перспективу системной взаимосвязи отдельно исследуемых объектов. А именно эта взаимосвязь составляет целое феномен славянства и обуславливает специфику его функционирования и связями с другими этноисторическими феноменами в аксиологически общем кругу европейской цивилизации. Развитие современной науки обусловило все возрастающий удельный вес интердисциплинарности. Это отражение общей эволюции исследовательского мышления, стремящегося к адекватному восприятию внутренне дифференцированного мира, вошедшего в эпоху глобализации. Такого рода очередной этап истории цивилизации сызного и наглядно ставит перед гуманистикой, а тем самым словистикой, как ее составляющей, проблему целостного осознания прошлых и нынешних судеб, отдельных наций и национальных культур, образующих феномен Европы. Как показывает некоторый уже накопленный словистикой опыт, это может решаться по мере раскрытия тех общих закономерностей, которые изначально обуславливали само возникновение и всю дальнейшую историю в европейской цивилизации и свойственных именно ей универсальных ценностей, обретающих специфически местное, этническое, национальное переосмысление. В таком контексте сложилось словистико-исследовательское направление, которое объективно сформировалось благодаря возникшим независимо друг от друга работам ученых, стремящимся к постижению общих закономерностей истории славянских литератур, культур в контексте общеевропейских процессов. Итак, Дмитрий Сергеевич Лихачев разрабатывает концепцию средневековых литератур православного славянства. Никита Ильич Толстой раскрывает литературно-эстетическую историю этой целостности в свете проблем литературного языка. Рикардо Пиккио решает ряд узловых вопросов истории литератур славио-ортодокса, то есть православного славянства, и предлагает свой опыт региональной классификации всех древнеславянских литератур. Автор этого доклада выявляет общие закономерности истории славянских литератур в контексте европейского литературного процесса от Средневековья до 70-х годов XIX века и разрабатывает свою концепцию литературных макрорегионов и регионов как исторически изменяющихся контактно-типологических обществ. По типу исследовательского мышления, характеру разрабатываемых проблем и самой целеустремленности поисков к этому направлению словистики объективно примыкает и предложение чехословацкого ученого Дениса Дюришина. Авторов при определенных различиях разработок и терминологий сближает общая позиция, не национально ограниченное и отграниченное рассмотрение отдельных литератур, а их исследование в свете системности, в аспекте исторической поэтики и культуры, в сфере их связи, воздействия и взаимодействия, а в конечном счете видение объекта сквозь призму культурно-исторически изменяющегося взаимодействия универсального и локального, то есть этнического, национального, что дает возможность объективно уяснить факты истории, как национальных литератур и культур, так и европейского литературного и культурного процесса, органичными, слагаемыми которого они являются. Этой новой исследовательской оптике, естественно, сопутствует выработка соответствующего исследовательского инструментария и создание нового терминологического аппарата, явно определившееся стремление к постижению общих закономерностей истории славянских культур, как изначальных и органичных составляющих внутренне дифференцированных европейской цивилизации, без которой, вне которой невозможно уяснить как их генезис, так и национальные особенности. Это локальные проявления одного общего универсума. Все это предполагает новое, исторически очередное обобщение накопленных материалов прошлого отдельных славянских народов. А это означает сопоставление их как в свете словистических представлений прошлого, синхронный аспект, так и нынешних представлений сферы философии, истории, культурологии, языка знаний и литературведения, аспект диахронный в общей системе связей с цивилизационно-единым европейским контекстом. Оба эти аспекта в своей взаимодополнительности дают проекции объемный образ общеевропейского процесса возникновения взаимодействия и последующего синтеза византийского и латинского составляющих общеевропейской цивилизации. В этой связи увесно вспомнить образное суждение Владимира Соловьева о двух легких Европы, припомненной и популяризированной Иоанном Павлом II, противовес разного рода западноцентризмом в политике, науке и богословии. Рассматриваем славистический подход к пониманию каждой отдельной, этнической, национальной составляющей славянского единства, результат осознания недостаточности традиционных методов обобщения, вследствие осмысления их несоответствия как новейшим научным представлениям, так и накопленным фактографическим материалом. Все это свидетельство о необходимости, а следовательно неизбежности исследовательской смены парадигм в условиях эволюции словистики ставит на повестку дня проблему выработки новых теоретических подходов, необходимость создания новой методики восприятия, интерпретации, типизации и обобщения исследовательского материала. В решении такого рода комплекса проблем особенно перспективным представляется исследовательское мышление в категории холизма, которое открывает перспективы целостного познания каждого реального феномена в свете системной взаимосвязи и его составляющих. Исходящее из такой теоретической предпосылки исследовательская практика интердисциплинарности и компаративистики обладает той разработанной методикой и таким испытанным инструментом, который способствует практическому владению научной оптикой, позволяющей увидеть и осознать составные феномена в их системном единстве. Представляется, что в гуманитаристике, а тем самым в словистике, такого рода предложение является собой некую параллель к общей теории поля, которые разрабатывают физики, или же концепции целостной экосистемы нашей планеты. Продолжающееся саморазвитие отдельных составляющих словистику дисциплин в то же время, естественно, порождает идеи их системного обобщения, а тем самым синтеза определенных знаний. Такие идеи означают стремление к преодолению реинтеграции узкодисциплинарных специализаций на междисциплинарной исследовательской основе, что является собой своего рода обращение к первоначальной, символизируемым именем Гердера, интегрированной словистике на уже современном научном уровне. В нашей академической науке это обрело практическое воплощение в создании Института славяноведения Российской Академии Наук. Его многолетний опыт заслуживает пристального внимания, а нынешнее сотрудничество историков, языковедов, литературоведов и культурологов обрело воплощение в целом ряде научных трудов, снискавших признание как внутри России, так и за ее пределами. Итоги в той или иной степени координируемые и инспирируемые Институтом научной деятельности российских словистов в минувшем столетии и их планы на будущее отражены в институтской публикации названия «Межрегиональная конференция словистов. Российское словеноведение в начале XXI века. Задачи и перспективы». Это изданное в 2005 году. Рассматриваемые у нас словистические проблемы имеют пункты соприкосновения с дискуссиями о состоянии словистики в польской научной среде. Это, в частности, выявила конференция, организованная кафедрой словистики Института польской филологии и Институтом восточной филологии Университета Буполе при участии Комитета словеноведения Польской Академии Наук. Неудовлетворенность состоянием традиционной словистики и констатация ее ограниченности отражены в докладах и материалах дискуссии, которые были изданы под общим названием «Закат Гердера» – филологические основы словистики. Полагаю, что этот критично-пессимистичный закат может относиться лишь к традиционной словистике, и притом не только с точки зрения изложенных выше теоретических предложений и конкретных изысканий, но и высказывания ряда участников конференции, так и разработок некоторых польских и российских исследований. Так, например, новые подходы в той части нынешней словистики, которые я предлагаю назвать «интегрированные», объективно объединяют усилия российских и польских словистов. Речь идет о тех из них, кто независимо друг от друга переосмысливают устоявшиеся и живучие по сей день стереотипы, отбрасывая идеологию, как в неположенную научному мышлению. Может быть, в первую очередь это относится к широко распространенному мифу славянского единства. В прошлом и нынешнем словистике, наряду сенсу с крикто научным исследованием истории, культуры, языков и словесности славянских народов, параллельно в общественно-политическом мышлении и порождаемой пропаганде формируется идеологическая концепция славянского единства, которая в ряде своих разновидностей в той или иной степени фигурирует по сей день в качестве мифа, порожденной мышлением эпохи романтизма, этого философского, общественно-политического и художественного отражения закономерности века формирования наций и национальных идентичностей, он в конкретно исторических условиях части славянства, лишенного национально-государственной независимости, был призван служить идее единения и возрождения собственного самосознания. Использовался этот миф и в геополитических планах европейских держав, российская и европейская концепция панславизма, дипломатическая стратегия и идеологическая практика времен двух мировых войн, замысел и построение так называемого лагеря народной демократии. В создаваемой им идеальной картине особого, славянского мира, в духоподъемном утверждении изначально свойственного ему единства, которое всецело и навсегда предопределило этногенетическую оптенность, не было соотнесения с конкретной реальностью прошлой и современной истории. В этом мифе, как, впрочем, в каждом мифе, исключалось все, что нарушало его внутреннюю гармоничную целостность. Не было в нем изначальных, межплеменных, а в перспектив времени и большой длительности национальных конфликтов, межгосударственных войн, столкновений националистических идеологий, межконфессиональных распорядок и по сей день актуальных внутриславянских антагонизмов и фобий. А между тем, это обрело глобальный масштаб во время двух мировых войн, монтирования лагеря реального социализма, его распада, последующего разделения Чехословакии и кровавого самоуничтожения Югославии, наконец, раскола восточного славянства, трактуемого как некое этногенетическое единство. Несостоятельность мифа отразилась и в тщетности усилий самих его сторонников, например, фиаско введения русского языка в качестве общеславянского на Втором съезде словеского в Москве в 1867 году, острота разногласий в вопросе отношения России к Польше, провал послевоенного конгресса в Праге, после Второй мировой войны, который планировал спровести в честь столетия Первого славянского съезда, равно как и намеченного на 1948 год съезда в Москве. И здесь представляется уместным отметить, что противовес этому, своего рода сигнум темпорис, является собой научная словистика и успешно проводимые очередные международные съезды словистов. По своей внутренней сути, миф славянского единства вычленяет само славянство из круга общеевропейской цивилизации, ограничивая ее до романа германского мира. Тем самым, такого рода славянская идея вела к изоляционизму и, как следствие, к культурному провинциализму, вопреки собственной высокой культуре славянства, которые, например, в России и Польше символизировали имена крупнейших писателей, считающих себя европейцами и снискавшими общеевропейскую известность. Призванная служить идеей самоидентификации славян, эта мифологическая идея на практике создавала искусственные и ложные идеологемы, оторванные от конкретной исторической реальности, противоречащие ее и ее искажающие. В первоистоке славянской идеи кроется в первоначальной самой словистике, в гердеровской концепции славянского мира, идеализации, в духе снискавших общеевропейскую популярность пейзанских утверждений Руссо и его увлечений этнической экзотикой. Отсюда и создаваемое в свете преромантического мировосприятия тех времен картина душевной гармонии, психофизического здоровья и своеобразия, в кавычках, неиспорченного цивилизации, славян-пейзана, которые в силу этих своих особенностей обновят и молодят Старую Европу. Вегетация таких идиллических идей действительно дает основание для польской констатации заката Гердера. Другим рудиментом традиционной словистики, помимо уже отмеченной дезинтеграции, составляющей ее научных дисциплин, является именно в их рамках узкая специализация по отдельным славянским народам. Тем самым традиционное славистическое мышление обуславливая в прямой перспективе изоляцию славии от в кавычках чуждого запада одновременно в перспективе обратной взаимоизолирует этнические составляющие самого мира славянска, первоначально дифференцированного в границах пакс-ортодокса и пакс-латина, которые отнюдь не были взаимонепроницаемыми. Для преодолевающей свою традиционность, если не сказать провинциализм или архаичность, либо патриархальность словистики, в силу самой ее научной специфики, характерен, помимо интердисциплинарности, о которой уже говорил свыше, компаративизм. Именно ему свойственное научное мышление, методика, инструментарии способствуют осознанию отдельных составляющих исследовательского феномена как системно единого целого. В таком понимании словистики, словистической теории и дилактической практики российская наука, представленная в первую очередь Институтом славяноведения РАН и трудами его сотрудников, имеет соответствие с уже обозначившейся тенденцией в польской словистике. Она обретает развитие, начиная с Конгресса полонистов в Кракове, 2005 год. На уже упоминавшейся конференции польских словистов в Аполле, 2010 год, я в частности представлял Богослава Бакула, который еще в 1998 году создает в Институте польской филологии университета имени Адама Минскевича в Познане научный центр литературной компартивистики, а затем в 2004 году основывает научный журнал «Порувнание», польское название, сравнение, с которым сотрудничают ученые разных стран, в том числе России. Обоснованная Богославом Бакула концепция интегральной или интердисциплинарной компартивистики по сути своей соотносится с теоретическими обозрениями и практикой ряда литератур-аведов Института славянного интеграно. В отношении подобного понимания интердисциплинарности в нашей польской словистике особого внимания заслуживает работа профессоров Егелонского университета Люциана Суханака, создателя «Россия видения» как научной дисциплины и Владимир Жамокрого, создателя «Украина видения». «Россия видения» в качестве профессиональной специализации преподается и разрабатывается в институте России и Восточной Европы, которым в настоящее время успешно руководит Иахим Диц. А «Украина видения» на кафедре «Украинистики» того же факультета международных и политических знаний Егелонского университета в Кракове, который руководит Владимир Жамокрый. Обширные межславянские связи этих центров и регулярно проводимые здесь международные конференции, равно как и научные издания снискали признание и широкую известность. Нынешнее истребление к интеграции на основе общих для разных народов ценностей исторически своей европейской цивилизации ставит как перед элитами власти, так и учеными проявляемое осмысление, хотя в самом преодоление национальных предубеждений. Это осуществляется путем познания, а вследствие этого демаскирования и разрушения исторически сложившихся стереотипов восприятия ино-национального, что связано с разработкой новых исследовательских подходов и обновлением самой оптики научного восприятия. Рассмотрены здесь концепции и практика, уже определившегося научного течения в современной словистике, создавать собой своего рода редефиницию словистики, а тем самым обновление ее идентичности. Изменение в словистике отражает изменения теперь уже глобализированного мира и соответствующие этому эволюции научного мышления. Именно оно способствует адекватному пониманию сложной реальности, а тем самым неоднозначного мира славянства, а в нем многотрудного русско-польского соседства. Благодарю за внимание. Вопросы потом? Понимаете, на такой доклад так сразу попытаться задать вопрос практически невозможно. Очень бы хотелось, чтобы он стал установочным для дальнейшей дискуссии, потому что это величайшее достижение, мне кажется, с сегодняшнего дня. Это мы услышали, и это обязательно стоит обсудить. Со своей стороны просто скажу, я был очень тронут, во-первых, что вы вспомнили эту цитату Вячеслава Ивановича Иванова, я к его наследию имею некоторое отношение. Это из письма Шарлю Дюбоссу. Он один раз только об этом сказал, и в понтификат Иоанна Павла это стало крылатой фразой всего понтификата. Ну какая глубина стоит за этой фразой, а эту глубину мы находим уже в его финальном произведении «Повесть о Светомире Царевича», где есть и программа славянства будущего. Вот это тоже достойный объект для изучения. И последнее. Как представитель Пакса Романа, для нас Пакс Латина звучит немножко так, ну не то чтобы оскорбительно, но вспомним о том, что помимо Пакса Латина, Пакс Ортодокса есть Пакс Романа. И там слово Пакс имеет значение, конечно, мира как покоя. И это объемляет собой все. Все мы ромеи на самом деле. Абсолютно согласны. Все было в сокращении. Просто в моей работе в рамах Пакс Латина рассматривается внутреннюю составляющую Пакс Романа и Пакс Германа. Так вот, Вячеслав Иванович Иванов, да, он был сначала последователем, воспитанником Пакс Германа, потом Пакс Латина, и все это удивительным образом синтезировал на славянском материале. Простите, что я сразу влез в дискуссию, но просто, как говорят, очень круто. Спасибо. 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 Спасибо.